Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП Вся дополнительная информация в описании Друзья, сегодня понедельник С дня публикации обзора прошло уже там 1-2 дня Да в общем-то не важно сколько с публикации всего этого обзора прошло Хотел бы поблагодарить всех за поддержку данного обзора А также если вы вдруг, ну мало ли, данный обзор еще по каким-либо причинам не смотрели То настоятельно рекомендую вам его посмотреть Многие люди отзываются о нем хорошо Об этом свидетельствует также статистика под данным видеороликом Поэтому если вы еще данный обзор не смотрели То вот по подсказке справа сверху настоятельно рекомендую вам его посмотреть Либо просто можете перейти на мой канал и там найти вот Самп Обзор 2 Весь GTA Самп Ютуб Он рассказывает о большом количестве разнообразных вещей Поэтому в общем-то, ладно, ладно, давайте будем без всего этого Я вам просто скажу, что Резона, Ролеплей Феникс, Айпи, а также мой никнейм Данте Коннор Находится в описании данного видеоролика Поэтому заходите туда и вот именно там ознакомливайтесь со всей этой информацией Которая вас только будет интересовать или заинтересует Или сделает с вами все прочие вещи, потому что я сказал все А также по ссылке в описании вы сможете перейти в мой телеграм-канал В котором, если сейчас уже есть 100 сабов Либо если там еще нету 100 сабов, то до них осталось там, я не знаю, 2-1 человек, возможно Можете туда зайти и подписаться на вот этот вот мой телеграм-канал Там мы будем кооперироваться в случае, если на землю упадет ядерная бомба И в общем-то все соцсети запретят И вот через телеграм я буду вам рассказывать то, где можно забрать боеприпасы Или там еще какие-то вещи В общем-то на случай постапокалипсиса телеграм-канал обязательно абсолютно всем Поэтому заходите туда, это не какой-то там, знаете ли, паблик ВКонтакте или прочая залупа Поэтому там вот всего этого говна, как есть в пабликах большинства GTA-самп-ютуберов, нету Поэтому, ладно, ладно, давайте уже перейдем непосредственно к самой новости данного видеоролика Редмирули, плей презентовали или выпустили, или уже, знаете ли, сделали такую возможность В общем-то там сейчас появились воздушные шары, которые можно купить за реальный донат в размере 600 рублей Вроде как за обычную, вот эту, знаете ли, игровую валюту, за верты, за все прочее Купить этот самый шар нельзя То есть вот именно, дабы, наверное, как-то забайтить людей на то, чтобы они покупали что-то за донат Можно вот так вот задонатить и вот посмотреть на все это, что там по итогу будет Что мы сможем увидеть, что вот этот вот весь шар дает какие возможности и так далее Поэтому как бы создается такой, знаете ли, элемент этакой уникальности Однако под постом, в котором разместили как раз таки вот этот вот, знаете ли, пост о том, что вот на Редмирули, плей появилась вот такая вот возможность И теперь там можно кататься на всех вот этих вот воздушных шарах Многие люди начали писать, мол, ой, блядь, да такая же хуйня Она до сих пор есть, типа, она уже давно или там до сих пор есть на Аризона Ролеплей И как, блядь, вот этому самому Клименту, блядь, вот этому всему токсику, который там про Брулёва говорит какие-то плохие вещи Как ему не стыдно все это делать, вот ворвать, то есть все это у Аризона Ролеплей На что Климент, как бы в своей свойственной ему токсичной манере, за это я его пиздец как уважаю Что он пишет? Климент Хэнсон, хуя зона Всячески порицаю данное высказывание, потому что, ну, как-то немного неправильно, да, там, оскорблять Но, возможно, у человека опять-таки накипело, не знаю А тащить объекты я начал еще со времен Горбачева Обнову за ночь написал, времени нет на что-то сложное Все донаты идут на обеспечение сервера Поясняю долбоебам, ради чего делаются такие обновы В общем-то, Климент абсолютно точно в своей свойственной ему манере оправдался К сожалению, в данном случае про Брулева он ничего не написал А я вот, когда вижу какой-либо его комментарий, я постоянно жду, что вот там, знаете ли, будет какой-то намек на Брулева Что там, знаете, Брулев пидорас, там, или Брулев хуесос, там, вот бы Брулеву канал удалили В общем-то, когда я вижу какой-то комментарий от Климента, я постоянно жду вот такой подобной реакции К сожалению, в данном посте ее не было, ну да ладно В общем-то, что я могу сказать в защиту, в оправдание Радмир Ролеплей? Мне, знаете ли, приходится постоянно быть таким голосом разума, голосом, блять, рассудка вот всего этого людского, потому что люди, видимо, совсем разучились, ну, понимать то, что происходит в этом самом мире, и поэтому мне постоянно приходится вот даже на такие, казалось бы, абсолютно точно мелочные вещи, на которые уже ответил сам Климент, рассказывать то, почему вот всё вот так вот получилось. И, в общем-то, ну, это же пиздец. Наверное, это ещё связано с тем, что новость, вот эту самую я взял из желтушного издания, а там, как вы сами можете понять, сидят одни только лишь дебилы, амёбы, инфузори, туфельки, вот все прочие вот эти вот, знаете ли, синонимы к слову, дурачок бесполезный, юзлос, кусок дерьма и так далее. В общем-то, начали вот так вот всё делать, опять-таки, человек, вы представляете, старался, делал там вот эти вот все объекты, он оттачил, я не знаю, что обозначают эти слова, но я их использую в своём вот этом вот, знаете ли, монологе. То есть, человек над всем этим старался, выпустил обновление, и тут вот его покрыли хуями. Разумеется, он ответит так. И, вы знаете, самп существует уже давно, а самп сервера уж подавно. Тут, знаете, такой вечный вопрос, что появилось раньше, самп сервера или самп, можете ответить на этот вопрос в комментариях, больше четырёх слов отвечаете. Я, типа, это всё читаю и говорю, типа, да, красава, правильно, вот, всё это рассказал. И, вот, придумать что-то уникальное, да ещё и чтобы на донаты забайтить, ну, это сложно, когда монополистом в данной сфере является Аризона. Поэтому, сами должны понимать, что, ну, как-то оно всё такое себе. Однако, как лично мне кажется, Климент Хэнсон уже является такой, знаете ли, медийной фигурой, с которой у многих ассоциируется, вот, как раз-таки, Радмиру Леплей. Хорошо это или плохо, решать, ну, уж явно не мне. Да ладно, чё, блядь, я говорю, как мы пизжу вообще, блядь, конечно, мне всё это решать. Это охуительная рекламная кампания, бесплатная причём, то есть, Климент Хэнсон, я думаю, мог бы ещё стать каким-нибудь СММщиком Радмиру Леплей, вполне себе. Поэтому, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok